В интернете есть много информации про разные антенны. Лучший из них, на мой взгляд, это B2. С помощью онлайн-калькулятора я сделал расчеты такой антенны. В данном случае антенна рассчитана на Wi-Fi сети. И все эти характеристики я вам оставлю в описании под этим видео. Для изготовления этой антенны нам понадобится отражатель. Нам понадобится либо гетинакс, либо текстолит. Я использую гетинакс, размера 122 на 122 мм. Эти размеры я уже отмерил и чертил. Для подключения к антенне буду использовать СМА-разъем. Такие разъемы очень распространены и часто встречаются на Wi-Fi адаптерах. Я считаю, что целесообразнее сразу использовать именно такой разъем. Он недорогой и приобретался на сайте Алиэкспресс. Как и вот такой вот длинный кабель. Бывают они разной длины. У меня есть на 3,6 метров. Такие провода очень удобно использовать для удлинения. Проводником у меня послужит медный провод. Сечение его 4 мм квадратных. Так как это изолированный провод, то нам еще необходимо снять с него изоляцию. Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь находим центр для вывода кабеля. Для этого прочерчиваем крест. С помощью уже проверенного ступенчатого сверла делаем отверстие в центре. С помощью линейки, а лучше штангенциркуля, отмеряем размеры. Антенну нужно расположить над гетинаксом таким образом, чтобы расстояние во всех ее точках было 13,6 мм. На штангенциркуле указывают 13,6 мм. И в качестве основы, думаю, использовать пробку. Посмотрим, какая у нее получается глубина. У нас есть небольшой запас, но думаю, мы сможем это компенсировать с помощью надфилей. С помощью маркера наношу небольшую разметку для углубления. Подготовим антенну и также припаяем ее к нашему разъему. Ну вот, друзья, пришел тот момент, чтобы продемонстрировать, на что способна данная антенна. Сейчас у меня подключен вот такой вот передатчик. Подключен он через удлинение по USB. Без каких-либо антенн Wi-Fi у нас ловит три сети. Теперь мы присоединяем штатную антенну. И хочу отметить, что это действительно очень хорошая антенна. Обновили показания и видим, что высветилось у нас 6 точек. Отсоединяем нашу штатную антенну. И пробуем присоединить самодельную. Так как все точки Wi-Fi у нас расположены дома, поэтому данной антенне нам придется не сладко. Будет она ловить через стены. Обновляем наше состояние и смотрим количество сетей. Направляем из окна и обновляем список сетей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Новых 11 сетей. Я думаю, результат, конечно, хороший, но и недостаточный. Дело в том, что сейчас она у нас находится не в очень хороших условиях. И лучше бы, конечно же, эту антенну установить где-нибудь в центре окна. И для продолжения наших тестов и опытов я буду использовать кабель, который также приобретал на сайте Алиэкспресс. Это уже полноценный и готовый кабель, который достаточно только подключить. С одной стороны она у нас вкручивается в передатчик, а с другой стороны подключаем к нашей новой самодельной антенне. Ничего оригинальнее не придумал, чтобы запихнуть ее туда. Обновляем снова мы список наших сетей и пересчитываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Мы получили уже гораздо лучшие результаты. Так как эта антенна является направленной, то лучше бы смотреть ровно на наш источник сигнала. Так что мне еще остается немного поэкспериментировать. Но мы с вами уже точно знаем, что эта антенна действительно работает и очень хорошо. Что касается самой антенны, то действительно я рекомендую вам ее к повторению. Ссылочка на данный разъем, а также кабель, оставляю вам в описании под этим видео. Если это видео для вас оказалось полезным, не забываем поддержать нас и поставить пальчик вверх. Если не хотите пропускать новые видеоролики, то не забывайте также подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok